здравствуйте друзья вы думаете что вы знаете нашу олесю да а никто из вас не знает что олесе у нас теперь барыня нет но как же потому что у нее есть бар у меня была кухня и я потому что кухня это не сильно эстетично вот тут было здесь была большая кухня и мы прям здесь все толпились на кухне как всегда я бы нужно сделать что-то более эстетичное в процессе еще не закончен столик для того чтобы можно было посидеть спокойно попить кофейку а подушечка есть на стульчик жесткий есть и вот будут нас такие рассыпные че ну давай вот это что а вот это сейч по-русски сообразить это знаете что он же полный какой-то там всякая смесь в пакетиках это такой женский чай называется это чтобы вот или если женщины ведут себя стрессово этим этот чай здесь будет обычный чай пока что что есть я разложила но вообще потом возьму и сделала такие все рассыпные мне очень понравится эта идея меня с одного бизнеса в риге понравилось очень там я пришла и вместо того чтобы ну как ну там был такой бар дошек подходит себе еще и такие специальные пакетики куда-то рассыпной пакет из рассыпной чай кидаешь и потом себе то есть это очень элитный чай считается рассыпаем а вот это ты не стала по бутылкам раскладывать не пока так это вообще пока для красоты пока вот так вот ну и чайники здесь будет тоже немножко поменяется но это еще не все вроде но все-таки если чек и есть бар у женщины из бар начало барреля так вот парабар это еще не все михаил да тут такая будет шикарная полка и там уже будет там всякие виски элитные еще боюсь даже мест такой где-нибудь тряханет и упадет все самое главное это упадет чай останется ну я думаю что не тряханет не упадет но если вдруг упадет значит такую такая судьба сливы сливы принесла она которая когда-то училась у нас в школе у нее сад-огород и она делится делится лимончик игры фрутики много всякого полезного да вот я смотрю что же не все места свободные тут кое-что уже занято 8 8 и пойдемте покажем сегодня у студентов одного из наших я даже знаю сколько ему лет 31 но меня уже угощали я заходил я в класс заходил да вот друзья тортики тортики я думал тебе целый торт переслить и просто кусочек кусочек тени грозит может спокойно кушать пока ну знаешь что тенденция обнаружилась люди спрашивают как попасть к алисе на мероприятия всякие потому что вот уже некоторые знакомые мне готовят тоже хочу быть а познакомьте меня будет вот с михаилом риэлтором я говорю а приходите к алисе на мероприятие это как узнать я буду вот в инстаграме там ночью как-то так но я и так громко кричу во всех где кричит у меня есть в телеграме beauty code бренд ивент ивент в телеграме в телеграме есть такая группа beauty code бренд ивент то есть ну можно оставить ссылочку под этим видео там чекста уже кто постоянно ходит на наши ивенты это уже те кто прям процентов был здесь а и также говорю на своем инстаграме я говорю на инстаграме у портов компьютер school мы говорим у вас на ю тубе если вы хотите к нам прийти вы напишите мне лично и скажите когда следующего я хочу прийти или хотели просто прийти познакомиться приходите на кофе просто так мы вообще даже если кто не подписан то селфи с ним мы не делаю да если не подписано то не приходить дождь подпишитесь на канал на youtube михаила и после этого только приходите такой у нас это входной билет и будьте спонсором вот следующего большой 25 числа это выпускной для всех кто в этом году закончил школу портного и это же там будет linkedin фото профайл фото бизнес фотография и вот если чек школе за чек школе отношения не имеют он может быть он может прийти если его интересует школа то есть они так что вообще рэндом на я приду поесть пивка папе науки там входной билет 45 долларов да вы можете то есть рэндом на за 45 долларов так ну хорошо ладно мы увидим когда полочка остальная там я могу как contribution сделать виде алкоголя для алкоголя полочка а то вы отказываете у меня какой тут не задержится ко мне на ивенты приходит и саша лазинг тул так поэтому я ее повешу максимально высоко чтобы только трезвые могли доставать и поставлю вот красивый элитный там алкоголь понял а ты можешь наше время пустые коробки от сигарет ставили красивый есть еще идея сейчас я закрываю свой салон да многие уже знают что я буду меньше встречу жена и вот как бы на все равно продолжать хочу это поэтому я это сюда переведу и для тех кто сюда эти элитные люди да а супер и так сказать успешные самые успешные люди силиконовой долины будут приходить сюда я им буду делать шикарный дорогущий чай а там наливайте шампанского моет и они будут сидеть шампанского я буду делать им шикарную прическу мы будем общаться снимать на видео в ютубе знаешь что можно приглашать начинающих музыкантов которые будут углажать слух а еще тут будет музыка в углу кто-то играет на пианино например короче у нас у нас это очень большие планы друзья бонусная съемка именинник и олеся вот ну как-то вы встаньте так что как не чуть как не чужая да вот значит именинник как зовут меня зовут стас так и мне 31 теперь откуда сам украина так прилетел сюда четыре года назад чуть больше а я так первые взгляды из баку так вы где жили до до первой войны в донецке так потом в 18 потом днепропетровске и 18 переехал в нью-йорк и как-то в неё как было приехал сюда вы поучиться приехали совсем приехали пока поучиться а там посмотрим но как вот в контрасте с нью-йорком как тут здесь красивее природа просто шикарная демография отличается не знаю сложно вот так вот приходишь по улицам люди люди другие такие же точно по добрее по добрее и не так быстро ходят ну там потому что там больших город там конечно очень там движухи много да да там и бывает знать там замешкающим очень парк пороже слопотать люди люди нервные да а стрельба там обычное дело или это необычно ну я перестрелках не участвовал но был невольным свидетелем один раз это было на 145 манхэттене это недалеко от гарли один раз и я помню под обстрел попал тут сидел в ресторане страховал ресторан сидим с владельцем за столиком тут стрельба пошла владелец меня бах под стол значит своей мощной рукой и запихнул и мы там дождались пока полиция приехала я бывают в 1 3 а я даже не понял что стрельба да ну хлопать хорошо давайте к дню рождения то что же вы так вы по профессии то кто по профессии я пламя и так всю жизнь были пламером водопроводчик по нашему нет нет я я кем только не был и в украине перед тем как приехать сюда я работал в оружейном магазине а есть родовцом-консультантом специалистом по оружию этом мы всем продают или так не очень только по разрешениям ну которые с разрешениями это бандитские рожи или так нормальную ехать да не нормальные в основном это охота спорт иногда self-defense но это скажем хорошо хорошо так ладно то есть нормальные люди могут пойти придавить там так как вы к нам попали школу у меня есть друг который к вам пытался доехать в течение шести лет что же и каждая попытка как-то его останавливала в первый раз его даже машина сбила прям накануне при поездку сюда это вот один из подаде это это вы с ему на мотоцикле ты приехали ну я на машине ехал вещами корон на мотоцикле еще на шаге 2 но борис работает у миши который адвокат и они все приехали на машину я роли они на мотоцикл так подойдет а не понял а борис который работают у михаила адвоката он с вами тоже ехал да а каким образом он к вам попал а мы все познакомились еще в нью-йорке мы все там были даже он оказался у адвоката работником а вот такой парень приехал решил пока он ехал из нью-йорка он еще не работал адвокатами он здесь нашел эту работу у народ на ходу подметки режут тут так вот работает что силиконовой долине вообще как только ты кого-то где-то знаешь он тебя в любом случае выведет куда . было силы нетворкинга жуть кайф кайф к но на самом деле я бы сказал что под портал в компьютер скул да даже даже пока не пришла к там одессе уже сам само по себе такое было место центровое с точки зрения построения как какого-то нетворка знакомства с людьми и так далее так получится получится там смотришь там лишние 200 человек там в линклине да так так и остальные они прячутся и не очень за за рулем сидел мотоцикла они экстремалы наверное да но вы не попадали там в дождь в пургу там какие-то сейсмичные рядом сдала сама зоны смерч не попали а то есть вы через юг ехали вот они ехали через юг я ехал через север по восьмидесятый я даже я был совсем в другой части америки я бы даже не смог доехать до них вот так что ладно ну хорошо тогда мы всех отпускаем да а вы можете помочь потом полочку повесить с алкоголем